привет с вами андрей у нас патус над хак от сайт от разработчика навыки доспехов дают бонус защите соответственно уровню навыка мастерства то есть чем выше уровень навыка мастерства у вас то есть от уровня умелый специалист эксперт мастер и чемпион чем выше уровень соответственно тем больше у вас доспехи дают защиты на каждый ваш уровень это относится ко всем трем типам доспехов которые присутствуют в идее это легкие средние собственно тяжелые доспехи вот собственно мы собственно в данный момент на 21 уровень у нашего персонала мужчина человек монах просто там у нас как вы видите все в принципе неплохо местной харизмы подхрамывает 19 единиц а так в принципе неплохо скорость у нас 8 и 8 по сути варианна максимальные которые присутствуют защита 62 атака 15 по сопротивлению у нас кроме распада в принципе все присутствуют на самом деле вот это сопротивление распада нам очень сильный портит жизнь так бы у нас рэкипировка по вам практически максимальные талантом как вы видите в принципе все неплохо мы больше большей стал он то взяли единственное не на постоянке а чисто на время тку взяли то есть например тоже конфликтность она у нас время нка тоже тоже свобода действий у нас время нка хотя хотелось бы ее на постоянно спасение жизни она в любом случае время нка и будет ускользание тоже хотелось бы на постоянку иметь и ясность по навыкам как вы видите у нас все в принципе неплохо давайте посмотрим в целом максимальный уровень прокачки тур и чемпион до 2000 минимальный это собственно неумелый минус девятьсот девяносто девять в целом неплохо прокачаны но конечно предела нет поэтому лучше качаться больше чтобы была возможность сильнее раздамаживаться у нас также присутствует с нами питомец это боевая лошадь боевая конь 60 защита 40 сопротивление собственно как вы видите 92 вытягивание кислота 51 окаменение 50 а собственно огонь сон холод шок яд сто процентов талантом у нас контроль прощения теперь контроль терпортации невидимость отклонения полет регенерации здоровья наша лошадь мастер в легких доспехах также он не присутствует навыки на уровне умелый средний и тяжелый чемпион нас отсутствует и получается плавание но и чтение на уровне неумелый бьет 34 40 это дробящий колю щуром как-то так собственно мы в данный момент находимся на двадцатом этаже мы собственно только 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 сюда пришли так как вы видите огромное количество мимиков то есть пайков которые у нас будут атаковать поэтому нам может быть крайне некомфортно с ними драться я думаю мы справимся с вами давайте посмотрим что у нас по сытости нужно ли нам покушать да нам жить на покушать у нас 500 святости если у нас что-то покушать давайте покушаем сразу покушаем сразу требуху тролль собственно мы геноцид ели всех троллей поэтому это скорее всего один из агрессивных троллей которые встали минусы троллей здесь в том что они имеют свойство вставать не вставать а получается они реинкарнируют но тролли они уязвимы к огню и кислоте то есть если у вас есть этот элемент его можно тролли убить именно этим элементом давайте забьем требуху как вы видите очень больно бьет требуха посмотрим ее уровень резервный паёк убийц сороковой уровень то есть это прям откровенный трендец и она является следием на самом деле в теории можно было бы нам загеноцидить не знаю подвержены паёк геноцидов паёк убийца теории да потому что он является мимиком в теории его можно загеноцидить на самом деле это нам бы очень сильно облегчило по возможности убивать руками его наша значит просто спуститься на первый этаж и при этом минимально получить урон паёк еще один видели 65 в лицо при защите за при нашей защита практически равна была его удару этого паека на самом деле могут очень сильные становятся особенно на они тебя себе вы видите это восставший гоблин но очень толстый почему-то он девятнадцатый орг офигеть 57 хп ну ничего себе и 24 защита офигеть на самом деле это очень много ну паёк скорее всего погиб потому что у него нет шансов как собственные наши перезарядчик мы конечно можно полечить но проще его воскресить будет она нас сагрится поэтому нам нужно снимать конфликтность чтобы с ним взаимодействовать иначе он нас будет бить а если а наш конь его скорее всего будет бить в ответку поэтому для нас это очень как собственно побыстрее пробежать этот уровень ну собственно можно через картографию то есть использовать заклинание картографии собственно волшебная картография либо использовать какой же ты паек надоедливая на самом деле их тут этих пайков очень много из-за этого они очень сильно надоедает но они также можно обойти один из самых страшных злобоглазик идет поёк стать сильнее мобов которые присутствуют единственный он это к себе раскрыжающий бармаглот он нас может убить за один удар нам нельзя к нему подходить ни в коем случае поэтому делать делать делайте что угодно но скрижающему бармаглоту не подходите скрижающий бармаглот он ваншотает вас точнее сказать обезглавливает вот собственно обратите внимание только что это и произошло он обезглавил цель скрижающий бармаглот поэтому все очень плохо скрижающий бармаглот самый опасный для компании собственно а из злобоглаза скрижающего бармаглота по идее они оба опасны злобоглаз который здесь присутствует он может моментально вас убить магией магия смертельный когда жизнь собственно сложно сказать кто из них победит по идее бармаглот но посмотрим нет обратите внимание его злобоглаз убил то есть вы видите да один другого ваншота это на самом деле злобоглаза лучше геноцией потому что это откровенной наша дача просто вот это письмо с печатью вынести на поверхность нам бы в идеале вот от этого мог бы избавиться у него наверное иммунитет к магии да я правильно понимаю нет у него нет иммунитета к магии у него ясность рефлексы рефлексы на самом деле к нему не стоит подходить иначе мы можем просто погибнуть я думаю его надо бить ядом давайте его ядом ударим дважды какой-нибудь молнии чтобы он не расслаблялся но яд сильнее все равно бьется этому убили моего ядом почему именно я на в идеале вообще его убить я пальцем смерти если у вас присутствует такое заклинание потому что заклинание пальца смерти она будет лучше почему потому что она просто более эффективно чтобы понимать что такой палец смерти средний бьет даже сказал слабо палец смерти это просто шанс максимально быстро убить цель только потому что ну скажем так цель не сопротивляется магии это является магии смерти король гоблинов сейчас его скорее всего убьют он сам сам призвал мобов которые его же и должны убить но опять же они союзники по идее из того что он автоматическое сохранение у нас идет шанс начать с этого места если мы выходим на желать что через конфликтность убить короля гоблина собственно вообще все мобы которые призывают если включить на них конфликтность они сами себя убьют чтобы вы понимали то есть из-за того что они призывают они просто сами будут убивать то есть этот король гоблинов сам убивает свою свою жизнь только потому что у нас стоит конфликтность на самом деле конфликтность очень сильно и он очень классно помогает на высоком уровне против пайка драться бесполезно паек сильнее будет как вы видели короля гоблина убила теперь сюда пришел ящер вождь который сейчас будет убивать сам себя на задача просто простоять этот момент прождать когда они сами себе убил но мы за это правда опыт не получаем но все же но мы как говорится заберем оставшихся кто переживет кто переживет вот это получается вождь да нет это воин где тут вождь по картинке непонятно это берсерк вождя видимо сейчас мы пока и не нашли а вот вождь но он по картинке выделяется в идеале чтобы вождь сам себя убил ну как сказать сам себя он сам себя не может убить и но имеется ввиду когда он призывает много за счет конфликтности моба его же его и будут убивать ну собственно его убили это у нас что за алмазный голем он у нас бьет магии ой блин а на самом деле удар магии очень опасен у нас же и лошади есть отражение у нашей лошади нет отражения нам будет очень больно если бы у нашей лошади было бы отражение мы бы без проблем убили эту голем и даже бояться не стоило а из того что у нашей лошади нет отражения нам будет крайне некомфортно собраться особенно если он начинает бить магией мы его замедляем для того чтобы побольше наносить урона и побыстрее его убить как сказать побольше урон будет такой же но мы просто чаще будем бить и поэтому у нас будет казаться что мы чуть больше наносим урона алмаз это является драгоценным камнем который в принципе можно продать но опять же как показала практика нам особо уже деньги не нужны будут потому что нам нужно будет выключать конфликтность выключать конфликтность и всегда полезно собственно это у нас утонемая лошадь уже давайте посмотрим лошади наверняка скорость упала давайте ее вернем замедлим этого чудо тролля это тролль мумия который бьет болезнь болезнь с никаким шансом вас может отправить в обморок а обморок это по сути говоря тот же сон только сильнее поэтому обморок такое себе удовольствие а вот тут от болезни защищает талант жизнеспособности который у нас присутствует судя по звуку убили этого нашего торговца ну торговцы не выживают в любом случае потому что у них просто нет шансов давайте добычу в палатке посмотрим что у нас здесь есть ну собственно здесь ничего особо полезного для нас нету это собственные мимики как вы видите чтобы избавиться от мимика нужно иметь талант скользкость потому что против мимика он работает очень хорошо давайте воскресим все таки торговца а воскрешение работает только под бактерию вернем его к жизни а он нас привязал блин на свою голову блин воскресил дадим ужас лечение давайте снимем временно кольцо конфликтность чтобы торговец выжил нам это не актуально но все таки мы нашли выход поэтому можно с ней двигаться на следующий этаж двадцать первый этаж долгое нажатие на экран или клик правой кнопкой мыши если вы играете с тк я не дочитал немножко безделушка нам не актуально дракон давайте его забьем как вы помните драконов я загеноцидил поэтому они и встали и это если не ошибаюсь мумия не мумия а этот зомби йетин на самом деле у него нет шансов против единорога хотя они там плюс-минус равные и обратите внимание огромное количество слизи они между собой являются соблю зубы и косты ну а собственно мы нашли выход двадцатый этаж пожалуй здесь разработчиками хотите добавить новый перевод или поддержать существующие внести изменения капец тут народу я рекомендую дать ужас сразу для того чтобы вас просто не пытались атаковать ускольза красным нельзя подходить потому что они заражают у вас вши болезни вши болезнь вши она даже пробивает через этот как она называется она даже через ваш талант пробивает так будет смешно не звучало не знаю почему я его не порезал дракон кстати говоря и улыбала вам сейчас же у людей навешали окаменение не он нам должен навешали улей распадный дракон не сможет убить окаменение ну дракон по понятной причине он очень тяжелый предел окаменения но у нас больше 50 процентов насколько я знаю да у нас точнее ровно на лошади 50 то есть мы на лошадь больше не получим окаменение заразили вши мы собственно нашли выход давайте с трудным поменяемся местами и будем двигаться дальше 19 этаж мы перешли в основное подземелье и слава богу наконец-то осталось чуть-чуть но все равно не стоит расслабляться нам бы понять где мы находимся примерно хотя бы ну 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 собственно вот и выход нас слизь заблокировала выход давайте посмотрим что это за слизь колыхающийся пузырёк он бьет кислотой при поедании дает яд м32 уровня из того что он восставший на самом деле очень больно бьющее чудо хорошо он не бьет ответкой точнее он бьет видимо ответкой но нашей лошади регенерация позволяет нивелировать ответку как вы понимаете сопротивление к яду у нас должно присутствовать потому что оно это оно практически сразу в начале получает то есть если вы не получили его практически сразу из до уровня 5 6 то вы можете игру рестартить потому что скорее всего проиграли огромное количество мобов здесь ну мы пробежим мимо прямо огромное количество волумов это просто трендец какой-то а ну тут по идее тут лучше всего конечно вообще на текущем уровне эффективнее всего показывать себе фазирование но из-за того что мы идем вместе с лошадью фазирование на вас не работает поэтому фазирование не для нас выберем мобору все восставшие они сильнее чем обычные то есть если вы смотрите на мобу думаете а чё там он слабенький там какой нибудь в самом начале я его видел убил уже но из-за того что он восставший но из-за того что он восставший у него у него характеристики в несколько раз сильнее будут чем у обычного из-за этого они это земля что ли я не понимаю что это за лимиталь такой да это земля на самом деле ну земля когда вы с ней первый раз встретитесь на более высоком уровне она будет сильнее для вас но когда вы встретите уже последующие разы она будет с каждым разом все слабее и слабее чем опасна земля она очень больно бьет физой в лицо и когда вы в первый раз встретите землю это будет прямо очень плохо для вас конь потерял проворство давайте мы его вернем для того чтобы наш персонаж двигался чуть-чуть быстрее обратите внимание демон забрал этого получается дракона комодского не знаю название конечно у них вау мы собственно нашли выход поэтому мы можем выходить смело получается был земляной уровень возможно будет и огненный уровень это воздух судя по всему офигеть это воздушный уровень что вы понимали если у вас нет левитации полет либо что-то похожее вы скорее всего сдохли потому что по-другому тут не пройти тут можно конечно попрыгать но опять же вы не перепрыгнете далеко у нашей лошади должен быть полет давайте в этом посмотрим мы убедимся да у нашей лошади присутствует полет поэтому мы можем смело идти это воздушный уровень тут скорее всего элементали воздуха будут элементали воздуха чтобы они вас но они проблема в том что они будут лошадь нашу есть против поглощателей работает у нас этого кольца нет видимо замедленное пищеварение также получается палочка на на телепортации понятно замедленного тоже пищеварения замедлением палочка открывания также работает против поглощателей не ну воздух конечно оригинально но воздушный элементарь давайте посмотрим какого он уровня капец его перекачали это 43 элементарь ха 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 ооо не 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 спасибо не надо капец тут воздуха а 43 уровень видели в воздушный элементарь в 43 уровне ёлы-палы так здесь нет выхода дай угадаю выход где больше всего элементалей будет да у меня здесь нет выхода давайте попробуем прожать картографию скорее всего она не сработает но мы все-таки попробуем да как вы видите она работает через одно место давайте частями посмотрим где у нас находится выход наш чтобы знать что в ту сторону нужно двигаться нам через мерцание мы пройдем блин дезинтегратор ярослава у нас это плохо нам скорее всего в ту сторону я так думаю давайте все-таки убедимся в обратном ну получается мы только что прошли земляной план а вот собственно выход мы прошли земляной план только что сейчас воздушный план идет у нас на собственно нам как нибудь воздух обойти чтобы он нас не увидел не согрелся ну потому что на самом деле воздух очень тяжелый охвачивание охват вот этот который у вас идет он очень опасен он может ваншотить цели с огромным просто количеством здоровья, то есть, если даже у вас защита чуть ли не максимальная, из-за того, что охват идет, вы пока вырветесь, пока не вырветесь, это, кстати, оборотень. Вот этот вот восставший ловкач, это оборотень. У него превращение в гримуаре, ему надо давать тишину, иначе он во что-нибудь превратится. Давайте мы дадим ужас, чтобы она к нам не подходила. Ну, собственно, как вы понимаете, восставший двор флор 39-го уровня, ну капец! Чего же вы такие жестокие все? Ну, нам в любом случае надо двигаться, поэтому будем пытаться его пробить. Либо попытаться натравить друг на друга, отступим. Пчела убьет его, скорее всего, сейчас, либо он ее, либо она его, кто-нибудь из них. В идеале, конечно, иметь, но опять же, магия смерти не сработает, скорее всего. Кстати, я хотел посмотреть, работает ли на восставших приручениях. Давайте посмотрим. Вы не видите, что это восставший паук? Я сейчас буду офигевать. Не, не восставший паук, я надеюсь. Серьезно, восставший паук? Разработчик просто юморист, на самом деле. Как я понял, тут нет живых, одни восставшие. Поэтому независимо от того, как... Давайте попробую. Я хотел просто контроль нежити. Сможем ли мы ее приручить? Она не является нежитью. Восставшие не являются нежитью. Что очень странно, на самом деле. А, паука, конечно, чтобы забить паука, нужно его замедлить будет. 30-й паук, это весело. На нас попала вида. Давайте ее забьем. Какой же она больно бьет? 40 единиц урона в лицо, это прям огромный урон. Я думаю, надо дать ему урок, для того, чтобы он нас не атаковал вообще. Чтобы мы не тратили свое лечение, а просто... А ему просто дать тьму. Из-за того, что тут присутствуют громилы, это очень хорошо. Мы можем просто постоять, подождать, и громила нам прокопает дорожку. Ну, это королева паука. Кто-то в кого-то превратился. Холмовой орк, это слабый орк. Опять паук-убийца. Да что в вас, блин? Давайте дадим паику-убийце ужас и обкопаем его. Для чего ужас, чтобы он нас не пытался обойти? Меньше всего хочется встречаться с каким-нибудь дезинтегратором, потому что, ну, крайне опасное существо, либо с каким-нибудь поглощателем наподобие воздушного элементаля. либо какого-нибудь пурпурного червячка, потому что, как я говорил ранее, против них тактика работает... Собственно, магия замедления, замедления пищеварения, открывания, телепортация против них работает, против поглощателей. Ну, давай, дракон, ты что спишь, блин? Я просто не знаю, где у нас выход, из-за этого я не знаю, поскольку, куда бежать. Мы, конечно, бьем дракона, потому что мы дали убийцу. Получается, пайку убийцы резервному. Ты понимаешь, что он восставший. Тоже восставший, гнида. Сопротивление холоду. Ну, в большинстве случаев, если вы уже доползли досюда, то для вас оно уже... Никто, оботвите внимание, громила к нам ползется, а мы просто постоим, подождем громилу. Даду перекусим. Чтобы у нас просто была сытость хоть чуть-чуть. Жалко, единственное, что громила диагонально ест камни. Понятное дело, мы не будем с ним драться. На самом деле, я не геноцидил громилу, я удивлен, что он... Капец, ты больно бьешь, а? Видели, урон 50. Видимо, уровни мобов здесь выросли. Давайте узнаем, так ли это. Требуха у нас обычная. А тут уже 41 уровень. То есть, у колющего урона 33-51. Ну, это, конечно, да хрена. О, это жиггернаут. Жиггернаут, это, конечно, кипец. На самом деле, он не особо сильный. У него единственное ошеломление. Ну, у него очень слабая защита. То есть, он защит... Джиггернаут, это вообще что это? Это очень болючее существо, которое очень больно бьет. Ну, как вы видите, очень толстенькое. То есть, у него 400 хп. Прям до хрена. У нас там ловец нарисовался. Давайте попытаемся обойти большинство боев. И при этом желательно, чтобы наша лошадь не погибла. Дадим ужас. Ужас. Всем без исключения. Мы не знаем, где у нас выход. Поэтому мы будем идти искать его. Карта явно поменялась. Точнее, как сказать, карта не поменялась, но мы не знаем, куда нам нужно конкретно идти. Из-за этого для нас она как будто бы поменялась. Подождем, пока красный дракон убьет дезинтегратора. Точнее, это, если не ошибаюсь, снимающий чары. Снимающий чары очень опасен. Он тоже является поглотителем. И они почему-то все восставшие. На восставших практически не работает магия преувеличения. Он его убил. Блин. Это очень плохо, что он его убил. Нам не нужно встречаться со снимающим чары. лечения. А лечения... Дадим ужас. Полечим нашу лошадь для того, чтобы она не проседала по здоровью. У неё меньше всего здоровья из них, точнее, меньше всего защиты из них. Из всех. Из-за этого лошадь проседает по хп очень сильно. Тролль. Тролль я... Если он не восставший, конечно же. Тролль, опять же. На самом деле, я удивлён, почему тут все мобы... А, нет, смотрите, тролль обычный. 20 уровень, удивительно. Я, честно говоря, думаю, что тролль восставший тоже будет, как и все присутствующие. На самом деле, чтобы с таким меньшим количеством восставших встречаться, но... Вам просто можно не геноцидить большинство мобов. Мы, собственно, нашли выход. Нам нужно просто до него докопаться. Собственно, мы выход нашли, мы выходим. 15 этаж в какой-то веке. Это огненное чудо. Бьёт огнём. Это план Земли, судя по всему, опять. О-о-о-о. Знаешь что, пёсик? А не... Сходил бы ты в ужас. Чем полезен ужас? Мог вас не бьёт. Это план Земли, поэтому большинство вас просто бить не будет. Из-за плана Земли. Точнее, как сказать, большинство вас бить будет, но тут очень много камней. Поэтому вы заколебётесь искать конкретно. Если у вас нет кирки, либо палочки копания, а в общем, того и другого, вы устанете, скажем так, искать. План Земли это, конечно, интересно, но не в нашем случае. В нашем случае он нам не интересен. Нам нужно просто отсюда выползти и по возможности найти выход. Слона мы, конечно, бить не планируем. УАЙ! лошадь, держись! Это боевой конь всё-таки, но он очень больный. Ударил нас. Это брауни. Такая гнида, вы не представляете. Я недолюбливаю этих пикси. Сколько раз с ними пересекался. честно говоря, лучше бы этих пиксов вообще не было. Из-за того, что там брауни стоит, она же восставшая, да? Ну, конечно, кто бы сомневался, что ты восставшая брауни. Давайте аккуратно по стеночке попробуем её обойти. Она, видите, она идёт в ту же сторону, куда и нам надо. попробуем обойти эту брауни, дадим ей ужас, для того, чтобы она нас не пыталась трогать. Собственно, она сразу пытается стелепортироваться, что нам на руку. Здесь пусто, как вы видите. Кстати, не нужный нам дракон это желтый. Это наш любимый. А, у нас не получится его есть. Это слишком дохлый дракон, но не получили распад последний, а тут 50% в предел. А у нас распад у нас скорее всего распад не получится последний получить. Очень плохо. ты чем там, распадом бьешь? Иди отсюда! Подходи ко мне со своим распадом, у меня и так экипировка еле живая. Ты еще и распадом не будешь бить. И тут видите пусто. Гуль чем опасен он оцепенением бьет. Собственно, нашу лошадь ударил оцепенением. Если гуль не восставший, а он восставший, но гуль является нежитью. В теории вы могли бы его законтролировать, но давайте попробуем ему так же дать ужас, как я сказал. А я гулю насрать на ужас. О, тихо. гуль является нежитью. Из-за этого на него не работает. Ужас и злобоглаз нарисовал, сука, пиец. Злобоглаз конечно это весело. Дракончик бьющий распадом такое удовольствие. Нам нужно двигаться дальше. Как вы видите пусто. Это у нас получается центр. Нам нужно либо вверх, либо вниз. Нам нужно найти переход. Это правда иногда бывает трудновато сделать, но я думаю мы справимся. Через мерцание попробуем. Мерцание поглощает вашу еду, тем самым вы сильнее хотите кушать. Я надеюсь, что она не у пчел, потому что если она у пчел, это конечно будет весело. я имею ввиду сам выход. Так, 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 и спук слепота. Весь уровень сто процентов двадцать. Недоедание сто. Вот у нас получается погадать. Погадать. Ну да, как видите, тут ограничения, поэтому я по открытию карты, поэтому вы всегда будете в минусе. Меняться местами со свиньей. давайте посмотрим дальше. Собственно, это соты. Пчела, блин, хорош пупить. Давай я по-быстрому убью и мы пойдем дальше. Пчел, ничего нужно с собой драться. Что нам собственно на руку. Нам надо просто подождать. обратите внимание, еще один голем зареспавнился. Залко мы не можем узнать, что это за голем. Он не отсвечивается. Подождем пока кто-нибудь из пчел выйдет победитель, а мы просто оставшегося добьем. Потому что конфликт в любом случае работает против толпы, поэтому крайне эффективно ее использовать в толпе. есть большинство врагов они просто вне зависимости от того как они друг другу относятся они будут между собой драться. Проблема конфликтности в том, что ваше питание будет быстрее тратиться. Но я думаю на высоком уровне это не так критично. Даже тут шипы тратить на все деревья. земляная земляная черт ты да меня доколупался дракона иди отсюда. Давайте используем палочку копания. если она с правой стороны чтобы мы просто смогли дойти. Давайте посмотрим здесь у нас присутствует или не присутствует выход. Да здесь у нас присутствует выход его караулить в руки. Нам нужно просто в руки дать ужас. на взруте он подействовал. нам просто подождать пока он отползет отсюда. Как вы видите из руки отходить не хочет. Гнида такая. На самом деле у него удар капец какой жестокий. Это 90 120 то есть это прямо откровенно опасное существо. Непонятно почему я вроде не геноцидил взруте но видимо разработчик посчитал по-другому. Нам нельзя встречаться со взруте поэтому просто уходим на 14 этаж. Тут судя по всему ожившие вещи. Ладно. всем большое спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока.